Добрый день! Я Назимка Евгений Геннадьевич, художник, новосибирский художник. Я предлагаю вам посмотреть выставку в таком виртуальном режиме. Выставку моей графики, которая связана с жителями города Новосибирска и с книгами, которые выпускаются в городе Новосибирске. В общем-то, все мое творчество, или точнее сказать, большая часть моего творчества связана с этим городом. С его людьми, с событиями, происходящими в этом городе. Ну и прежде всего, это серия «Новосибирск в лицах», которая делится на подсерии. Старики-фронтовики и деятели культуры города Новосибирска. Это большие портреты, портреты жителей города, с которыми мне посчастливилось общаться. Я никогда не делал портреты людей, которых лично не знал. Наверное, даже к сожалению, потому что некоторые портреты мне хотелось бы сделать. Но, увы, это время ушло, возможность это ушла. Ну, например, я бы с удовольствием сделал портрет Грицуканда. Но лично с ним не общался, а видел его, можно сказать, в отдалении, в числе посетителей выставки. Тогда я был крайне молод, но это мне запомнилось. Зато я успел выполнить портреты многих ветеранов. Многих, наверное, это слишком громко сказано. Но некоторых ветеранов войны, Второй мировой войны, Великой Отечественной. Среди них трое последних в Новосибирске героев Советского Союза. Это общение было очень запоминающимся, очень впечатляло. Прежде всего, впечатляли истории, которые они рассказывали о войне. Совершенно не книжные порой истории. Все-таки внутренний цензор есть у каждого человека. И когда даже они пишут свои воспоминания о войне, некоторые вещи, очень страшные, связанные с войной, обходят молчание. Или не особо распространяются на эту тему. А вот в личной беседе, конечно, человек более откровенный. И вот эти вот впечатления, они накладывали отпечаток на мое все творчество. И мне хотелось показать их в портретах, именно их в портретах. Не себя, как иногда делают художники, стилизуя изображения. Когда смотришь на такие портреты, ты видишь, кто нарисовал или написал этот портрет. Ну, мне хотелось, чтобы прежде всего на листе все внимание было портретируемым. Поэтому я вот ушел в такой жанр, уже почти забытый, психологического портрета. А у старых людей, очень пожилых людей, на лице прожитые годы, они запечатлелись во взгляде, в морщинах. И такие лица о многом говорят. И если к ним внимательно присмотреться, то вот эти прожитые годы, все эти испытания, которые на их долю пришлись, они наложили отпечаток на их образ. Деятели культуры у меня в основном, ну пока в основном писатели, хотя у меня есть планы сделать портреты некоторых музыкантов, с которыми я тоже общался и общаюсь. Есть поэты, тоже у меня знакомые в круге моего общения, портреты которых я хотел бы сделать. Есть начатые, но не законченные работы, они продвигаются медленно, поскольку мне торопиться некуда. Выставки у нас бывают крайне редко, а теперь будут, наверное, еще реже. Но, наверное, нужно использовать технические возможности. Я имею в виду сегодняшнюю нашу беседу и выставку. На сайте библиотеки будет выложена выставка, которая стояла в планах. И эти планы, они осуществятся, но в другом формате. Поэтому приглашаю вас посетить выставку, посмотреть на новосибирцев. Часть из них уже, к сожалению, ушли из жизни. Возраст у всех очень почтенный. И дополняется выставка портретов новосибирцев иллюстрациями, иллюстрациями, книгам тоже новосибирских писателей. Книги, посвященные войне, книги, посвященные сибирской природе, ну и художественные произведения, которые вы можете прочитать. Они наверняка есть тоже в пространстве интернета. И дополнить, прочитанное вот этими иллюстрациями, изображениями, посмотреть. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.